Долгожданная встреча юношеской олимпийской сборной Беларуси, проходившая в национальном аэропорту Минск, никого не могла оставить равнодушным. Тут было море эмоций, слезы, радости, словом, атмосфера, которая каждого, кто был в тот поздний вечер в столичном аэропорту, приобщала к олимпийскому успеху. А успех у наших юных спортивных героев в Китае действительно был. Четыре серебряные награды в теннисе, лёхоатлетике, дзюдо и художественной гимнастике, золотые награды грибцов Камилы Бобра, Станислава Дайнека, Кристина Староселец, капи-имитательницы Анны Тарасёки и теннисистки Ирины Шаманович – это поистине был триумф белорусского юношеского спорта. Что до самих чемпионов, то приятно, что они не зазнаются и, по их собственным словам, не ощущают себя, скажем так, примами мирового спортивного движения. Ну это же только юношеские игры какие-то, надеюсь, к чему стремиться, это только первый шаг, никаких таких у меня нет ощущений, слава богу, не хочу, чтобы у меня такие ощущения как-то появились. Любопытно, что только на юношеской олимпиаде, да еще и в некоторых неофициальных стартах в гребле академической существует дистанция тысячи метров. Обычно представители этого вида спорта состязаются на двухкилометровом отрезке. Изменение продолжительности дистанции, конечно, сказывалось на спортсменах, на их ощущениях, тактических гоночных планах. На самом деле очень плохо было для меня, что дистанция в два раза меньше, потому что я не успела, я со старта очень много проиграла, две секунды на пятьсотки проигрывала, я думала, что уже не догоню, мне казалось, что это нереально просто. Я не знаю, как это сделала на финише. Наверное, помогло то, что это не было медалью в Беларуси, и это очень стимулировало, что нужно заработать золотую медаль. Флаг лежал в лодке, и как-то вот, наверное, хватило из-за этого сил. А если было два километра, думаю, мне бы не было так страшно, я бы думала, что догоню, а так пришлось вот крутить финиш заранее. Юношевская Олимпиада, вне всяких сомнений, навсегда запомнится о Кристине. И не только потому, что она там завоевала золотую медаль. Олимпийские игры – это всегда праздник, причем для всех, кто присутствует там, как в качестве участника, так и в качестве гостя. На самом деле, очень там понравилось, очень не хотелось уезжать, мы с девочками плакали, потому что настолько атмосфера олимпийских игр, ходит почти 4 тысячи спортсменов, и вот каждый такой же, как ты, так же хочет стать чемпионом. Настолько все организовано хорошо. Ну, как-то атмосфера хороших людей, ну, как-то вот так вот, ну, очень там классно. Кроме олимпийской золотой медали, Кристина в этом году выиграла и награду с юношеского чемпионата Европы. И гребля, похоже, для этой девушки станет профессией на долгие годы. А может быть, для Кристины Староселец. Академическая гребля станет делом всей жизни. Ну, у меня гребля только теплые чувства, думаю, это больше, чем профессия, потому что я всегда прихожу с удовольствием на тренировку, потому что я знаю, для чего я это делаю. Я это делаю не для денег, а для того, чтобы чего-то достичь в этом спорте, приносить в Беларуси медали. Ну, это воодушевляет, я думаю, это больше, чем спорт. Еще одна чемпионка игр в Нанкини только уже в метании копья – Анна Тарасюк. Так же, как и наша предыдущая собеседница, в восторге от юношеской олимпиады, от ее антуража, возможности новых знакомств, общения со сверстниками. Запомнилось, конечно же, мы подружились со многими командами, как со славянскими, так и с зарубежными, ну, с заморскими, можно так сказать. У нас было очень хорошее общение. Мы сдружились, менялись значками, мы общались, мы… у нас были такие ладошки, и мы ими прикладывались, и, короче, знакомились. Ну, общение – это каждый вечер были дискотеки. Занимательно рассказывает Аннушка о перипетиях борьбы в секторе для метания копья, своих мыслях, переживаниях. В квалификации я выходила выступать в квалификации и понимала, что у меня главная одна соперница – девушка из Турции, да, потому что я проигрывала уже два раза. И понимала, что нужно бороться только с ней. Но когда она не смогла пройти квалификацию, я поняла, что теперь у меня нет соперниц, что я сама себе соперница, и нужно бороться только с собой. Когда выходила в финал, понимала, ну, как бы, что все за мной остается. В первой попытке я метнула, я поняла, что соперницы испугались, что не с кем соревноваться. Потом две попытки я еще так настраивалась, настраивалась, и к последней попытке, к четвертой. Я настроилась, собралась, подумала о всем, что не зря мы готовились, что не зря столько было пролито слез, столько потрачено нервов. Очень сильно собралась, ну, поняла, что все в моих руках. Если не сейчас, то, ну, не будет больше шанса. Это просто идеально было. Все, ну, все хорошо складывалось. Настроилась, собралась и метнула то, что метнула. Мама Ани, Наталья Ивановна Шоколенко, обладательница серебряной медали Олимпийских игр 1992 года в Барселоне. И понятное дело, что дочь просто не могла не пойти по стопам своей мамы. Тем паче, что Аня буквально создана для метания копья и покорения Олимпийского педестала. Пока юношеских игр. А кто знает, быть может, через два года в Рио-де-Жанейро, ну, или через шесть лет в Токио, Тарасюк победит уже и на главной Олимпиаде. Моя мама, она, ну, как бы мой тренер, она серебряный призер Олимпийских игр 1992 года. И я пообещала ей еще, ну, несколько лет назад, что я буду Олимпийской чемпионкой. Сказала, что я преодолею то, что, ну, сделаю то, что она не смогла. Она стала серебряным призером. Я сказала, что я, ну, пообещала, что буду золотой. Вот. И как бы гены передались во мне, это как бы заложено. Я поняла, что копье, метать копье – это мое. Ну что же, еще раз поздравим наших чемпионов, призеров, да и просто участников юношеской Олимпиады, их тренеров, родных и близких. И пожелаем новому поколению белорусских олимпийцев через четыре года на подобных состязаниях в Бунас-Айресе пойти еще дальше своих предшественников и завоевать как минимум по два десятка наград, из которых половина будет высшей пробы.